Так хочется получить цветущий сад как можно раньше, уже в мае, чтобы все клумбы заняты были цветами. И здесь нам на помощь приходит выращивание цветов через рассаду, даже таких простых и неприхотливых, как бархатцы. Конечно, можно посеять обычные бархатцы отклоненные, тот же самый кармен или паприку, прямо в грядочку, но зацветут они поздно, в июле и так далее. А если посеять их уже сейчас, в марте, на рассаду, то уже в мае вы будете иметь не просто хорошее растение, а растение с бутонами и даже цветками. И при высадке их в открытый грунт вы быстро заполните всю площадь и даже капельки земли не будет видно, сразу получив красивое, пышное цветение, красивую картину. И в первую очередь выращивать через рассаду бархатцы я рекомендую вот такого вот сорта типа. Это бархатцы прямостоячие, очень высокие, до 80 сантиметров высотой, очень крупные. И развиваются они, как многие крупные растения, довольно-таки медленно. И чтобы посадить уже растения с первыми цветками, посеять их нужно сейчас. Как получить хорошую, крепкую рассаду уже в мае, причем рассаду с цветками? Ну, весь секрет, конечно же, в хороших семенах, качественных, от проверенных поставщиков и производителей, и почва. Для бархатцев почва желательно либо нейтральная, либо слабокислая и рыхлая. Для того, чтобы обеспечить эту рыхлость, я в почвогрунт для рассады, для овощных культур, добавляю немножко перлита, если его там нет, и обязательно добавляю триходерму. Пока семена будут прорастать, развиваться, триходерма успеет занять всю необходимую площадь, весь объем и поможет растениям сформировать мощную корневую систему. Можно подмешать триходерму в виде гранул на циолите, прямо в почвогрунт, а можно просто полить раствором, приготовленным заранее, перед посадкой. Знаете, иногда бывает, я готовлю сразу лоточки, а сею уже по мере необходимости, через день, два, три и так далее. Но проливаю я всегда заблаговременно. Биопрепаратам нужно время, чтобы подействовать. И пока мои лотки стоят, согреваются, триходерма там работает. Для себя в этом году я выбрала два сорта бархатцев, оранжевый принц и улыбка, настоящие такие солнышки. И, конечно, хотелось бы, чтобы эти солнышки как можно раньше засияли у нас на участке. Семена, кстати, я не замачиваю. Они не требуют замачивания перед посадкой, только приготовление хорошей почвы. Итак, как правильно посеять бархатцы на рассаду? Семена у них относительно крупные, черненькие, продолговатые. И все мы знаем, что чем мельче семена, тем меньше глубина посева. Так вот, для бархатцев оптимальная глубина посева это сантиметр-полтора. И расстояние в рядочках должно быть порядка двух сантиметров от одного семечка до другого. Тогда ростки, тогда растенницы молодые при прорастании не будут конкурировать друг с другом и смогут сформировать хорошую, мощную корневую систему раз и красивую, пока еще миниатюрную крону. Они будут крепенькими и ни в коем случае не вытянутся. Для того, чтобы разметить наш лоточек под посев, я обычно использую либо палочки для еды китайские, либо вот такие вот деревянные шпажки. Кстати, маленький лайфхак. Для того, чтобы контролировать глубину посева семян, я советую на этой палочке сделать небольшую отметку, которая отражает глубину, и тогда вы будете точно видеть, на какую глубину сделали луночку под семечку. Итак, на всякий случай перед посевом семян почву еще раз увлажняю тепленькой водичкой. Здесь я предварительно развела триходерму. Вот так. И сейчас в подготовленную почву мы будем сеять поштучно наши дорогие бархатцы. Раз. Наша красавишна. И туда ее отправляем. Через 2 сантиметра приблизительно. Вторую семечку через 2 сантиметра делаем. Фактически у меня получается такой квадратно-гнездовой способ посева бархатцев. После того, как мы все это посеем, можно будет спокойно немножко уплотнить почву ладошкой. Вот. Накрыть пленочкой и оставить до момента всходов. Главный ценитель цветов, кустов и прочих прелестей нашего участка – Мурлычард, трусливое сердце. Казалось, полграмма это так мало. Но на самом деле, смотрите, сколько там семян. Можно засеять, наверное, засадить целую клумбу одними только бархатцами. Причем большую клумбу, так с полсотки размером. Еще один сорт, который я хочу посеять сегодня – это оранжевый принц. У него очень интересная форма соцветия и больше похожа на хризантему. И очень яркий, насыщенный, такой прям апельсиновый цвет. Я думаю, даже два этих сорта будут прекрасно сочетаться на одной клумбе, привнося такой красивый, яркий цвет, создавая прекрасное оранжевое настроение в саду. Всегда насыпаю сначала на ладошку и потом уже раскладываю аккуратненько по луночкам. Кстати, не забудьте потом поставить этикетки и желательно даже записать дату посева. Это поможет вам сориентироваться в сроках, сколько нужно времени конкретному сорту на то, чтобы взойти, чтобы контролировать его рост, чтобы знать на будущее, на что стоит рассчитывать с этим сортом, с этим даже видом растений, как оно всходит. Кстати, влажная палочка – это прекрасный способ, не пачкая руки, сажать семена не только бархатцев, но и многих других растений. Нужно сказать, что по семенам отличить один сорт бархатцев от другого практически невозможно, разве что молекулярно-генетический анализ провести, и то не факт. Итак, мы посеяли, остальные я засыплю в пакетик, это на будущее. Срок годности позволяет до 26 года мне еще высевать этот прекрасный сорт, равно как и этот. Сейчас мы немножко уплотняем, чтобы почва плотно прилегала к семенам, чтобы произошло их набухание оболочки, только тогда влага попадает к зародышу, он просыпается и начинает расти. Если просто положить семена в лунку, будут лежать долго, пока они напитаются влагой, пока не набухнут. Итак, мы уплотнили почву, сейчас нам осталось только подписать, одеть пакет сверху, чтобы поддерживать нужную влажность, и отправить в теплое место. Когда появятся всходы и появятся 2-4 настоящих листа, самое время будет их распикировать. Все-таки небольшая плошка для большого количества растений, это слишком тесно. А чтобы получить хорошо сформированное растение, нужен отдельный горшочек, либо кассета с хорошими объемными ячейками. Главное, хорошая почва, хорошее удобрение, хорошая поддержка, в том числе биопрепаратами типа триходермы, и рассада у вас будет мощная, красивая и здоровая. И уже в мае, после угрозы заморозков, вы сможете высадить на клумбы действительно яркие цветущие растения, и сразу радоваться той красоте, которую вы создали, вырастили своими руками. С вами была Юлия Кондратенок. Подписывайтесь на наш канал, смотрите наши ролики, задавайте вопросы, ставьте лайки, ну и, конечно, до новых встреч. А мы будем следить за бархатцами, и я думаю, вы еще увидите, какие красавцы из них получатся. До новых встреч.